Уважаемые коллеги, дорогие пациенты, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович. Я президент российского общества сомнологов, заведующий центром медицины сна клинического санатория Барвиха, управления делами президента Российской Федерации. Уже более 20 лет я занимаюсь диагностикой и лечением храпа и синдрома обструктивного апноэ сна или болезни остановок дыхания во сне. Основным методом лечения умеренных и тяжелых степеней тяжести апноэ сна является СИПАП-терапия. Это метод, при котором используется специальный аппарат, СИПАП-аппарат, который помогает человеку дышать во сне. Метод весьма эффективен и достаточно безопасен, но у него есть определенные противопоказания. Причем абсолютных противопоказаний нет, и как раз это подчеркивает безопасность метода. Есть так называемые относительные противопоказания или те или иные состояния, при которых нужно аппарат применять с осторожностью. И я почему хотел записать этот видеоблог, так как пациенты, читая руководство пользователя и задают вопросы от доктора, есть у меня такое заболевание, нет у меня такого заболевания. Я быстренько пробегусь по этим расстройствам или состояниям, при которых нужно с осторожностью применять СИПАП-терапию. Булезная болезнь легких. Это в легких образуются такие вот емкости, которые булы, которые потенциально могут разорваться. Но я хочу сказать, что СИПАП подает приблизительно 20 гигапаскаль давление. При обычном кашлевом толчке, когда человек кашляет, создается давление до 100 гигапаскаль. И в этой ситуации вероятность разрыва этих бул крайне мала. То есть она практически не отличается у пациентов, которые применяют СИПАП-терапию, от общей популяции пациентов с так называемой булезной болезнью легких, у которых бывают спонтанные разрывы этих бул. Рецидивирующий синусит. Это гайморит, фронтит и так далее. Если частое обострение, то, соответственно, надо эффективно лечить эти заболевания и на этом, после этого уже применять, соответственно, СИПАП-аппарат. Рецидивирующие глазные инфекции. Здесь потенциально увеличивается риск утечек из-под маски в глаз и, соответственно, так или иначе провоцирование повторной глазной инфекции. Важно в этой ситуации применять удобные маски, комфортные, которые минимизируют утечки и применять нагреваемые увлажнители, которые тоже способствуют тому, что воздух становится более теплым и даже если идет утечка, то глаз не раздражается холодным воздухом. Тяжелая дыхательная недостаточность. Также я могу сказать, что это не противопоказание и даже у некоторых пациентов показание к применению СИПАП-терапии, но это нужно делать под строгим медицинским контролем. Выраженная гипотония или снижение артериального давления. Считается давление меньше, чем 90 на 60, особенно с симптомами слабости, головокружения. Это, в общем-то, ситуация, которая требует осторожности при проведении СИПАП-терапии. Выраженная дегидратация или обезвоживание. Собственно говоря, но это уже, как правило, пациенты, которые так или иначе госпитализируются и у них нужно сначала обеспечить гидратацию, то есть насыщение человека жидкостью, а потом уже проводить СИПАП-терапию. Наличие в анамнезе пневмоторакса или разрыва легких с попаданием воздуха, соответственно, в медиастинум, то есть в грудную клетку или в плевральную полость. И в этой ситуации нужно тоже с осторожностью применять СИПАП-терапию. Пневмоцефалия – это когда, так или иначе, после травм воздух попадает под мозговую оболочку и обычно это возникает при тяжелых травмах головы. Утечка в спинномозговой жидкости, аналогичная ситуация происходит, так называемое образуется соусти или отверстие между фактически мозгом, оболочками и носовой полостью, и, допустим, через нос вытекает спинномозговая жидкость. В частности, я скажу, что крайне редкая ситуация, и за всю практику 20-летнюю мне максимум 3-4 раза приходилось лечить таких пациентов, у которых ранее была такая патология, но все прошло достаточно благополучно. Предшествующее хирургическое вмешательство на мозге, среднем или внутреннем ухе – гипофизе. Необходимо понять, когда была операция, были ли какие-то серьезные осложнения этой операции или не было. Но, в общем, еще раз подчеркиваю, это не противопоказание абсолютное, и можно с осторожностью применять аппарат. Ну и частые носовые кровотечения, которые тоже, вообще-то говоря, при должном контроле со стороны отеринолеринголога успешно купируются. Ну, в частности, если сосуд достаточно близко залегает к поверхности слизистой, то этот сосуд коагулируется, и в дальнейшем эти кровотечения прекращаются. В общем, еще раз хочу подчеркнуть, что да, есть ситуации, при которых целесообразно с осторожностью применять СИПАП-терапию, но нет абсолютных противопоказаний, которые бы препятствовали лечению СИПАП, особенно если у пациента тяжелая степень апноэ сна, когда риски от самого апноэ гораздо выше потенциальной в отношении жизни и в отношении качества жизни, чем какие-то риски, связанные непосредственно с лечением. Но в этой ситуации должен решать, конечно же, специалист, который занимается синдромом обструктивного апноэ сна. Вы можете дополнительно почитать о СИПАП-терапии на нашем сайте. СИПАП.ру – это такой экспертный ресурс, где собрана достаточно большая информация о СИПАП-терапии. Также вы можете ознакомиться с проведением СИПАП-бипап-терапии в таком методическом пособии «Проведение СИПАП-бипап-терапии в домашних условиях. Рекомендации для пациентов». Ее можно найти в PDF в интернете. Я думаю, проблем не составит, если вы запросите проведение СИПАП-бипап-терапии в домашних условиях. Я думаю, вы вполне сможете найти эту брошюру и скачать ее для личного использования. Всем вам пожелаю успехов, здоровья и хорошего сна. С вами был Бузунов Роман Вячеславович. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok